Итак, просыпаться с удовольствием, формат идейная поддержка, 10 минут на ввод же и 10 минут на вопросы, следи, время уже пошло. Я думаю, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда утром просыпаешься, блин, ну просыпаться совсем не охота. Да, и, так скажем, ситуации бывают разные, вот прям когда конкретно нужно проснуться, вот прям либо там застрелят убитых, ну ты просыпаешься с таким кислым лицом и идешь и делаешь там утренняя какая-то ранняя встреча, там экзамен, зачет, ну что угодно, в общем, какое-то обязательство. Либо просто спишь и потом, блин, переспал, и понимаешь, что ты переспал, ты ведь, собственно, зря, а проснуться-то сложно. Понимаешь, что переспишь и будет плохо в течение дня, ну вот как-то фигово. И плюс потом, если из режима выпал, опять восстановиться в режим тоже плохо. И я начал исследование, в первую очередь, ну на себе, как просыпаться с удовольствием. И мне сейчас нужна идейная поддержка. Но суть в чем? Вот когда утром зазвенел будильник, все же начинается со звонка будильника в утро. И жена приходит и говорит. Ну, я как бы человек неженатый, поэтому у меня начинается со звонка будильника. Ну, либо кто-то будет. И как только первое сознание приходит к тому, что нужно вставать, у человека автоматически возникает внутренняя борьба. Борьба двух начал. Первое начало – это то, которое всегда тянет спать. Вот, ну я не знаю. Ну, бывает очень сильно. Вот, смотрите, первая сила – это вот такой вот баланс. Я сейчас как баланс это рисую, да? Это то, что тянет спать. Это одна сила. Другая сила – это либо обязательство, ну какое-то обязательство, либо, ну, какое-то понимание, что проснуться все-таки надо. Вот здесь обязательство. Вот, да, я как бы, вот правильно, да? Угу. И я делал, вот мне интересуют всякие техники, как проснуться и с удовольствием вовремя. Проснуться с удовольствием вовремя. Я делал две практики. И вот одна у меня сейчас работает, ну, как бы удовольствие только начинает там получаться. Я договорился с тренером по плаванию на 7.15 у меня заплыв. Ну, это всего лишь три раза в неделю. А потом все остальные, когда нет тренера, постал подольше. А потом в 6.30 подъем с тренером заниматься. И вот она опять это. Ну, второе, что я мог сделать, вот исходя из ограниченности идей. Я договорился с тренером по лыжам. И то, что с правильным ранним утром. Тренируйся, остались выходные. Дорогоплатишь. Это первое, как вы получаете, просыпаться, да, с пользой. И тут, с одной стороны, какое-то есть понимание пользы и какое-то обязательство, что тебя там будут ждать, что ты уже проплатил деньги. Второе, какой инструмент? Вот это первый инструмент. Второй инструмент, это я договорился с другом, говорю, слушай, вот я решил просыпаться по утрам. В общем, давай мы с тобой забьемся на то, что я даю цену, что я просыпаюсь 6.30 каждый день, а ты, как бы, и если я просплю, я, как бы, тебе штуку отдаю. Он такой, о, окей, так и сразу это. Слушайте, Магрид, единственное, мне говорит, влом тебе звонить и спрашивать, проснулся ты или не проснулся. Давай сделаем так, я звоню тебе в конце недели, а ты мне говоришь сумму, которую ты мне должен. А у нас в роли не доверие с ним, вот настолько, ну, я не могу, как бы, я не обманываю, но его тоже, ну, как бы, и, ну, понимаете, и вот понимаете, когда утром, вот я вам могу сказать о своем ощущении, вот в первый день, когда мы только договорились, блин, подъем был вообще моментальный, такой, пыщ, и все, и пошел, как вот, просто вот, делать. Потом потихоньку вот эта вот яркость ощущения спала, спала яркость ощущения, но подъем все равно продолжался, потому что штуку за час поспать платить бы хотелось. Ну, вот, как-то вот так. Я сейчас, ну, как бы, мне интересно, видите, когда проснулся, ты по обязательству, либо у тебя кому-то нужно есть, когда тебя тянет какое-то обязательство, ты это делаешь не из того, что ты от получаешь от этого удовольствие, а ты делаешь потому, что это какое-то обязательство, которое тебя очень часто прессует. И мне вот интересно идейную поддержку получить, как можно просыпаться по утрам с удовольствием. С удовольствием. Точнее, удовольствие от просыпания утром вовремя. От просыпания утром вовремя. А можно я возьму листочек? Можно вот листочек? Вот листочек. Вот листочек. Вот ручка. Денис. По-моему, есть такой сервис в интернете. Вконтакте. Ты можешь запланировать звонок незнакомому человеку. Незнакомому человеку. Да, именно незнакомому человеку. Незнакомому вам, чтобы он тебе позвонил. Да. Сонии есть. Да, да. Понятно. Идея понятна? Это международный сервис. Любой человек может позвонить. Окей, кто еще? У меня вообще катастрофа утром встанет на самом деле. Внимание и обязательства на меня не действуют вообще никак. То есть я считаю, что самый такой внутренний подъемник – это желание встать. То есть это желание может появиться… Ну, мне кажется, самое нормальное – это психологически. Например, психологически создаешь себе какую-то мини-задачу. Ну, например, с вечера такой, бум, у меня в холодильнике лежит кусочек торта, который кто-нибудь съест, если я не встану вовремя. То есть желание встать. Да, то есть вот такие вот психологические подъемники, пожалуйста. Хорошо, понятно. Спасибо. Спасибо. Можно это… Ну, чтобы коротко написать, это плюшка за просыпание. То есть есть пруд 1000 кг, а есть плюшка. Положительно. Понятная идея? Ну, да. Записывай. Так. Значит, ты… Еще одна идея – это записать на свой телефон, смартфон мотивационное, как бы, это самое, будильник. То есть ты… Своим голосом. На диктофон пишешь, ты сможешь, давай, потому что много спать – это плохо. Потому что, на самом деле, когда проходит утро, ты как бы понимаешь, нафига я столько спал. А утром ты не можешь это как бы воспринять. Поэтому ты, как бы, с дня вот это мотивационное записывание, ты энергичен и так далее, а утром на тебя это действует. Послание с мамой всегда. Ага. Дополнение. Дополнение. Его можно делать из таких перед сном. Да. Ложишься, записал. Записал, да. Утром. Дополнение. Вот тому, что сейчас этот человек сказал. Просто берешь, как аффирмацию пишешь, я встаю там в 6.30 каждый день. Каждый день я начинаю с того дела, которое максимально мне приносит удовольствие. Ты, во-первых, связываешь раннее вставание с положительными эмоциями и сам себя мотивируешь и как-то обязуешь делать это классное дело, чтобы у тебя был заряд на весь день. И таким образом, как бы, у тебя на уровне подсознания уже в голову сталкивается идея о том, что кайфово вставать рано и вставать рано это значит получать много удовольствия с самого утра. И у тебя получается настрой с самого утра на весь день кайфово. Сергей Николай. Я вам не буду тоже разбирать велосипед, скажу то, что уже существует. Как люди купаются зимой, почему? Температура на мысе минус 25, минус 30, прыгают туда, там плюс 5, там тепло. Так же со сном, короче. Надо создать дискомфорт, на фоне которого будет комфорт. Что это? Надо спать максимально неудобно. Тогда, короче, спать максимально приятным и резким и быстрым, короче. И жизнь будет прекрасна. Например, у меня друг это практиковал, короче. Он, ему надо встать категорически срочно. Он знал, что он не встанет. Он там ложится, значит, на грязный пол. Я не знаю там, не знаю. Либо там, не знаю. Да. Да. Максимально неудобный сон. Бескомфорт, чтоб стоколола чесалась. Да, да. Агенал, которое утром начинает стокололочь. Да, да. Вокры чесаются. Просыпание. Бьет перекрестки в сон. Кирилл, Кирилл. Вот для меня это точно не подойдет. А что, если вставать на полчаса раньше и заниматься чем-то жутко любимым? Да. Соответственно, если ты эти полчаса проспал... Полчаса раньше встать и полчаса поспать. Да. Не оцениваем. Не оцениваем. То есть вставать на полчаса раньше и заниматься любимым делом. Да. Окей. Три вещи, которые испытал на себе, реально равны то еще. Первое. В армии я ненавидел, когда не в армии к утрам, а рано тумбочки. Рота подъел. Все хотели его убить. Я в том числе. Но я просто делал. Вставал на полчаса раньше. Просто прямо вот специально вставал. Включал внутренний будильник. Это вторая идея. То есть реально себе ставишь внутренний будильник. Встать во столько-то. Вот прямо даже представляешь его. Постепенно организм это начинает работать. Я вставал, шел там, зубы шел чистить. И вот этот кайф я испытывал, когда он начинал орать. И все его хотели убить. А мне уже было. Уделать себе что-то такое временное. Да, вот как бы задержку. Что вот 6 часов у тебя зазвенит будильник. И там включится музыка какая-то отвратительная. Ну то, что тебе не нравится. А ты стоишь раньше, и когда это включилось, ты говоришь, да все, я уже готов. Вот две идеи. То есть будильник это. И третья идея, это тоже офигенно работает. Спать всегда с открытыми ступнями. То есть не засовывать их под одеяло. Это всегда помогает. Вот этот внутренний будильник, чтобы он работал. Это уже физиолог. Спасибо. Любимым делом, то есть научиться или научить другого готовить себе завтрак вкусный. То есть просыпаться с мыслями, что ты пойдешь готовить завтрак и делать это с удовольствием. Тогда запах, чтобы к этому подходил. Хорошо. Николай? Есть еще хороший действенный способ, проверенный годами. Это перед сном выпивать где-то 2 литра воды. И ложиться в неудобном месте. Это альтернатива. Если человек спать, если воды будет слишком много. Просто выпить много воды, короче. Если вы слишком много. Гарантируем на приятное просыпание. Если собак. Завести собаку. А жену? Можешь жену просто? Собаку. Чтобы можно было просыпаться хорошо утро. Я пришел к такому правилу, что утро начинается с вечера. Поэтому если ты лег раньше, у тебя хватит часов выспаться. Тогда ты физиологически сможешь выспаться. Утро начинается с вечера. Окей. Спасибо. Но у меня это никогда не было. Вообще, я не знаю. Только я знаю. Но, скорее всего, много кто знает о таких практиках. Как, допустим, студенты. Многие связывают с проблемой того, что они не высыпаются. Что у них катастрофические на обучение не хватает. Это режим дня. Но это портится. У многих людей такое, что, допустим, приходится по ночам работать. И в результате остается 5-4 часа на сон. Есть специальные практики, которые позволяют разбить сон. Допустим, 8 часов на несколько коротких снов. Ты можешь, допустим, выделить днем, это час поспать. Потом ночью несколько раз поспать по 2-3 часа. И ты вот эти, допустим, в сумме 5 часов, они тебе заменят сон, который будет равняться 12 часам. Только нужно график составить и строго ему следовать. Таким образом мы экономим время на сон. И плюс ко всему мы себя вот к этому порядку приучаем вставать вовремя. И спать очень мало. То есть многие люди, там у них какие-то важные обязательства не выполнены. Там какие-то задания срочные. И они в результате их на ночь, на ночь, а потом в следующий день разбитые ходят. Понятно. Понятно. Хорошо. Настя. Я предлагаю сделать службу. Сервис. Служба пробуждения. То есть люди, ну то есть фирма, которая занимается тем, что она по заказу за какую-то сумму, там месяц за трафик, звонит. И будет людей. Да. И будет людей. То есть мужчина может быть девушкой приятным голосом. Но важно, чтобы человек не включал телефон, а все остальное как бы это вопрос человека, который курирует. И мотивирует. Мотивирует. Да. Я предлагаю найти в себе те части, которые реагируют в тот момент, когда ты встаешь. То есть как я это делаю? Вот у меня есть телесный интеллект. Я понимаю, какие он функции может выполнять. Я знаю, что ему можно доверить. У меня есть эмоциональный интеллект. Я понимаю, зачем он мне нужен. У меня есть эмоциональный интеллект. И когда я просыпаюсь, я могу встать в любое время без всяких таких... Ну то есть не важно, когда лег, какая ситуация, я встаю по какому принципу. Я вначале включаю один интеллект телесный. То есть я встаю, но я сам сплю еще. Но я понимаю, что я еще могу делать. И потом у меня постепенно включаются. То есть те одни спят, другие работают. И я это научился делать вообще спокойно. То есть я могу даже днем спокойненько отключить какой-то, поспать, но при этом идти на ходок. И это делается легко. И вообще у меня нет такой проблемы, как плохо встать, ну в смысле переживать. А если... Можно обучать этому? Я не совсем понял. То есть если в нескольких словах. В нескольких словах получается... Все части тела живут по-разному. А, да. Они живут по-разному. И если у тебя возникает дискомфорт, значит не ты ими управляешь, а они тобой управляют. И я могу включать очередность просыпания. То есть я просто могу включить телеску, а ум и эмоционалку вообще дать им поспать еще 5-10 минут. Я в это время могу встать, снять ботинки с батареи, поставить их спокойненько... А ты продолжаешь спать? На стол. А сам я сплю. Я реально сплю. В бассейне в морде вручился. Ха-ха-ха-ха. Главное включение, оно позволяет... Понятно. Спасибо. А еще идеи? Есть еще такая штука в йоге на самом деле. Такой в йоге комплекс упражнений. А, медитация? Нет, не медитация. Когда просыпаешься, он прямо на просыпание. В астеле я потом просто проверила. Самое приятное утром, когда просыпаешься, еще поваляться чуть-чуть. Вот как только буддинник зазвонил, еще в полукоматозном состоянии начинаешь. Сначала потягиваешь вторую часть тела, вторую часть тела. Мозг вообще не работает на время. Потом переворачиваться, начинаешь потихоньку в одну сторону, в другую. То есть вот какая-то такая небольшая активность. Там целый комплекс. Его было, ну, поднять, в принципе, я могу вам сказать. Йога на просыпание называется? Да, да, да. Там ничего страшного нет. Но просыпаешься, встаешь, потом просто глаза открываются. Окей, спасибо. Классно, Денис? Мы продолжаем действительно изучить природу сна. Но на самом деле это тоже вспомнил технику, которую рекомендовал человек. При просыпании, в состоянии коматозном, попытаться вспомнить сон, который тебе приснился. И запомнить его. То есть, в смысле, как бы, повторить. То есть, как бы, некоторая полудрема, в которой ты уже почти проснулся, и тебе еще удовольствие. Ну, сон если приятный, конечно. А если неприятный, в крайней мере вопрос возникает, и ты уже начинаешь думать, мотивация к работе. Конструктировать. Спасибо. Еще? Можно, в Индии, а вопрос, например. А если у людей, у всех же свои биоритмы, что делать, когда, например, не могут, например, проснуться? Это... Есть разные варианты. Говорят, надо включать свет с освещением синего спирта. Добавить туда. Человек начинает менять диагноз. Человек очень сильно зависит от освещенности. Окей. Еще идей. На вопрос капитана. Ну, идей.